МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Напомню, большинство опрошенных считают, что цены на бензин будут только расти. Также ранее глава Минэкономразвития Забайкалья Бордалиев заявлял, что в регионе больше не будет дефицита топлива и цены якобы перестанут расти. Владимир Качков стал исполняющим обязанности главного федерального инспектора Забайкальского края, сменив на этой должности Евсея Васильева. Об этом пишет сетевое издание «Байкал-24». В публикации было также отмечено, что Васильев покинул Забайкалье в начале августа. Однако причины его отъезда не были уточнены. Евсея Васильев, напомним, был назначен на должности главного федерального инспектора президентом России Владимиром Путиным в апреле 2020 года. В январе 2023 журнал «Регион России» высказал критику в адрес Васильева после скандала, связанного со школой в Каштаке. Окончательное открытие этой школы, к слову, произошло только в сентябре 2023 года. Петиция об отставке главы Лавянинского района Андрея Антошкина набрала уже больше тысячи подписей. Об этом сообщила Запру местная жительница накануне днем. В районе ничего не делается. В ближайшей больнице в Ясногорске нет врачей. Аппаратуры сиротам не выдают жилье, кругом мусор. Жители хотели обратиться к губернатору Забайкале Осипову, но у него нет таких полномочий. Выбором не занимается местная дума, рассказал собеседник издания. Также в петиции население просит вернуть прямые выборы главы района. Напомним, ранее главу района Андрея Антошкина уже снимали с должности. За утраты доверия прокуратура выявила у него нарушение антикоррупционного законодательства в деятельности, связанной также с принятием на должность муниципальной службы близкого родственника, не имеющего нужной квалификации. В Чите разрабатывается новый туристический маршрут, который привлечет китайских посетителей. Он будет охватывать места, которые посетил основатель КНР Мао Цзэдун во время своего визита в наш город, пишет ТАС со ссылкой на начальника управления международных связей, туризма, администрации города Любовь Ожегову. Туристический маршрут будет посвящен советскому прошлому городу и его военной истории Дальневосточной республике. Остановки на всем его протяжении будут включать места, которые посещал Мао Цзэдун во время своего визита в Читу. На основных точках маршрута будут установлены стенды с информацией о достопримечательностях и QR-кодами, которые позволят туристам послушать аудиогид. Виртуальные экскурсоводы будут говорить с посетителями на трех языках – русском, английском и китайском. Маршрут начнется от железнодорожного вокзала Читы и будет включать такие места, как гимназия номер 4, где Мао Цзэдун получил звание почетного пионера, парк, дом офицеров, краевой музей и другие достопримечательности. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова